Всем привет, это 13 выпуск подкаста блога Галенкин.com Сегодня мы в немножко сокращенном составе, потому что Сергей Галенкин не смог присутствовать на записи своего же подкаста И сегодня у нас в гостях Андрей Ионас, кофаундер и CEO Saber Interactive Привет, Сергей, Андрей Привет, Сергей, привет, Андрей, привет, Миша Это Андрей Ионас, сооснователь студии Saber Interactive, руководитель проектов Привет, привет, я также приветствую Сергея Галенкина, который в этот момент отбывает семейную повинность Связанную с тем, что он съездил в Турцию, но не взял жену Кстати, о повинностях Вот ты на себя сейчас водрузил, так сказать, общественную деятельность Расскажи про Games Day, который прошел сегодня Сегодня прошел первый Games Day Это формат дискуссионного клуба про игровую индустрию Пришло 55 человек Я получил большой кайф, представляясь как безработный Что отвечает текущей ситуации У нас были люди, которые занимаются мобильными играми, социальными играми, казуальными играми Консольными играми, PC-играми, дистрибуцией, цифровой, обычной Я никогда в жизни не видел столько улыбающихся и позитивных людей, которые занимаются играми А сколько было всего? 55 Солидная цифра, это уже даже немаленькая конференция Ну вот я сидел так, чтобы я как бы сидел лицом к залу И весь зал улыбался И я не мог понять, в чем подвох Потому что обычно на игровых конференциях российских Зал не улыбается, зал хмурится и смотрит на тебя так, как будто бы хочет тебя убить топором Потому что первый раз просто сидел лицом к залу И ты этого никогда не видел А ты видишь, это говорит человек, который не знал, что я 4 года подряд выступал на Кри Я знаю, я даже слышал несколько твоих лиц Господи А в каком формате все это было? Мы сначала познакомились, потом мы обсудили Выпили, закусили Чаю, чаю Закусили с ушками Это правда И все дело происходило в офисе Рамблера Игры, который очень красивый Нам дали мансарду И, конечно, сильно отличается от того, что 15 лет назад проходили встречи в офисе Невчонки Никиты, например, на Коломенской Там, конечно, было все не совсем так красиво Ну а мы поговорили, познакомились и подняли определенные темы Мы говорили о дистрибуции, о цифровой дистрибуции Мы говорили о продвижении игр, об инди-студиях, о настольных играх Не знаю, Андрей говорил о консольных играх, например О чем знаешь, о чем поешь Все очень просто И что ты вообще хотел, так сказать, сказать этим мероприятиям? Я хотел дать возможность людям, которые работают в игровой индустрии Пообщаться друг с другом И построить горизонтальные связи между людьми, которые работают в разных сегментах одной и той же игровой индустрии Вход был бесплатный, да? Вход бесплатный, я надеюсь, что в течение года, по крайней мере, вход будет бесплатным И видеоматериалы будут бесплатными Потому что идея в том, что раньше мы жили в мире компаний А сейчас мы живем в мире людей И сейчас уже нет такой борьбы между взаимоисключающими идеологиями различных компаний на рынке Мы сейчас все против рынка А вот ты сказал в течение года Это будет не ежегодное событие, а какое-то более чаще? Мы решили, что общие встречи на уровне 100 человек будут проходить раз в 3 месяца А встречи тематические на уровне 20-30 человек, включая 5 экспертов с докладами Они будут происходить раз в 2 недели Хотя кто-то мне сказал, что вряд ли мы это потянем Ну, скажем так, либо раз в 2 недели, либо раз в месяц Я тоже сомневаюсь про 2 недели Первое время, конечно, не, я серьезно, абсолютно Первое время, может быть, еще будет что-то, но потом народ начнет уставать Это довольно сложно Плюс в 2 недели столько новостей не появляется Ну, там идея такая, что, например, если проходят встречи по платежным системам, кому-то она неинтересна Следующая встреча по мобильным играм, кому-то неинтересна Потом бам на столке То есть для среднего человека, наверное, интересная тема будет попадаться раз в месяц, раз в полтора месяца Для разработчика консольных игр типа Андрея, ну, может быть, раз в полтора года Ты еще говорил, что вы собираетесь по разным городам и селам ездить Если вы Петербург считаетесь селом Вот в селе Петербург Андрей обещал организовать в конференц-зале сладкоежка Правильно я понял? Да, абсолютно, да Я не могу поверить до сих пор, но... Звучит шикарно Итак, сладкоежка Все воком В конференц-зале сладкоежка, возможно, я надеюсь, пройдет Games Day в Санкт-Петербург Андрей из Калибри мне пообещал сделать, по крайней мере, поучаствовать в организации Games Day в Калининград Да, я тоже ему буду в этом помогать Вот, Галенкин сейчас, видимо, с нами не на связи, потому что он организовывает Games Day Киев 23-го числа обещанный Подожди, он уже ее проводит, наверное, судя по тому, что... Окей Готовится, готовится Ладно, в общем, если вы все правильно поняли, мероприятие нужное и будет развиваться в ближайшее время А теперь давайте перейдем к основной теме нашего подкаста, а именно к Андрею из Cyber Interactive Андрей, расскажи вкратце про себя Ну, если говорить вкратце, то, собственно, я родился в Питере и всю жизнь, что я где-то работал, это было связано с компьютерными играми Сначала с компьютерной графикой в целом, потом с Computer Science, потом, собственно, с компьютерными играми Потом в 99-м году я ехал в Америку, и моя первая работа в Америке тоже была связана с компьютерными играми Ну, собственно, и сделал Прошел год или полтора, и та студия, где работала, случился очередной индустриальный кризис, и владелец ее решил закрыть, соответственно, у меня было два варианта Либо уехать в Калифорнию, или в Техас, или в Канзас, или куда угодно, кроме Нью-Йорка, в которой он в этот момент жил Или основать свою студию, ну, и, соответственно, дело было второе Это был 2000-2001 год, и с тех пор Сейбер начинал буквально там с нескольких человек в Нью-Йорке Мы дошли до того, что у нас есть две студии, одна в Нью-Йорке, вторая в Питере, в Питере довольно большая, там больше 150 человек работают И, соответственно, мы продолжали... 150, да Серьезно А как так получилось, что вот вы начали в Калифорнии, и как вы нашли людей в Питере? И для чего? Не в Калифорнии, мы начали в Нью-Йорке Оу Если бы мы начинали в Калифорнии, возможно, мы никогда бы за этой Калифорнией бы не выбрались Но когда мы начинали работать в Нью-Йорке, понятно было, что несколько человек, которые основали студию, это ничто Нам нужно было развиваться, и идея была в том, что мы найдем людей в Питере Я сам родился в Питере, у меня были друзья Я, естественно, говорю по-русски, довольно без акцента У меня получается не так плохо Да Ну и, соответственно, я понимаю, как можно пытаться сделать, построить что-нибудь в России, ну и, соответственно, там мы начали То есть у вас было всего 5 человек? Изначально у нас было в Нью-Йорке трое, ну а потом, соответственно, когда мы открыли офис в Питере, то у нас, ну, помаленьку выросло до 150 Так, и как вообще происходило создание студии? Что было первое? Вы сразу же придумали какой-то проект или пытались куда-то в других направлениях двигаться? Потому что мы знаем, что ваш первый проект Вилл-Рок вышел в 2003 году, соответственно, прошло 2 года Вы сразу же начали его делать или потом уже? Мы сразу начали делать проект Вилл-Рок, естественно, чтобы получить проект нужно, ты не можешь просто прийти к издателю и сказать, окей, у меня есть гениальная идея и я буду делать проект То, что ты должен сделать, ты должен показать, что у тебя есть какая-то демо, что-то playable В принципе, прошло 12 лет, ничего не изменилось, только размер этой демы, наверное, только сильно увеличился Соответственно, мы начали с того, что мы начали делать дему Сначала она была технологическая, потом она стала игровой демой И когда мы выбирали, какую, собственно, дему какого проекта делать, мы решили, что сложный проект потянуть невозможно Нужно делать что-то простое Из простых было два направления Одно шутер, второе гонки Гонки мы делать не хотели, соответственно, решили сделать шутер Была игра, называлась Сириус Сэм, она нам нравилась, но все в нее играли Мы решили сделать дать, что-то очень похуже Не могу сказать, что это было клоном, но она была, скажем так, inspired by этим Сириус Сэм Соответственно, мы сделали игру, которая была в тематике Греции и Рима, древней Греции и древнего Рима Абсолютно простая, простой сюжет, собственно, бегаешь, стреляешь На то, чтобы сделать дему, мы потратили примерно полгода И когда мы ее сделали, мы стали ее показывать разным издателям В результате мы нашли партнера в лице Ubisoft'ы и так получился говорок Почему именно вы выбрали этого издателя? Были какие-то еще? Естественно, когда ты делаешь дему, ты не показываешь ее одному издателю, ты показываешь ее всем, кому только можно показать Мы в тот момент начали работать с нашими агентами, мы с ними работаем, собственно, по сей день И они помогли нам сделать, скажем так, packaging То есть мы сделали осмысленную дему, мы сделали осмысленную презентацию, PowerPoint Рассказали нам, как, собственно, идти на эти митинги, с кем встречаться и как делать презентации Дальше мы ездили по... Я и мой партнер Мэтт, Мэтт и Кош Мы ездили по всему западному побережью Америки Встречали со всеми, с кем... Кто хотел с нами общаться на эту тему и показывать этот проект Ну, в результате мы получили предложение от Ubisoft, ну, естественно, мы с ним подписались в результате Ну, я бы хотел сказать, что Saber сегодня, как мы выясняли, является, похоже, самой крупной консольной студией в России Мы сегодня общались с гайзинами Гайзины где-то в половину, а то и меньше по сравнению с Saber И для меня Saber всегда был некий такой отдельной историей в индустрии Потому что они, во-первых, не в Москве, а в Питере Во-вторых, они снимаются консольными играми В-третьих, они работают с зарубежными заказчиками Я всегда пытался понять, вообще, насколько это серьезно, насколько это стабильно Насколько сегодня консольная разработка есть, а завтра она вся в Калифорнии или в Вангувере И сегодня Андрей сказал на Games Day, что объем работы, который есть по консольной разработке Больше, чем их студии, они хотели бы даже работать с другими студиями Не знаю, Андрей, ты можешь как-то охарактеризовать, правда? Конечно, правда Понятно, что игровая индустрия, она огромная, каждый смотрит со своей колокольни Если мы смотрим со своей Saber колокольни, то есть крупные издатели, есть крупные проекты Они абсолютно разные На базе того опыта, который мы накопили за 12 лет существования Мы делали разные проекты Какие-то из них были оригинальными, какими-то из них были проекты по фильмам Какие-то проекты были, ну вот Halo Anniversary, видимо, самый известный наш проект Это был ремейк Halo Original Соответственно, проекты бывают разные, но они есть Чтобы их делать, нужно иметь хороших партнеров, нужно иметь хороших издателей Которые хотят с тобой работать Соответственно, если ты делаешь проекты хорошо и качественно, то ты будешь находить следующие проекты Находить следующих партнеров Если нет, ну, тогда, видимо, нет Что нас подводит напрямую к теме Влияние рейтинга Metacritic на вообще, в принципе, саму судьбу студии Например, мы сегодня выяснили, что средний рейтинг проектов, разработанных Saber'ом 56% на Metacritic Правда, они не считают почему-то Halo Anniversary А если считать Halo Anniversary, ну, может быть, там 60 с небольшим И мы сегодня также встречались с одной студией, тоже из Питера Которая говорит, наша задача делать самые лучшие квесты Мы хотим возродить этот жанр Мы хотим делать классные игры, в которые мы хотим играть И в параллели с этим Андрей говорит Мы хотим, как бы, там, делать такие игры, чтобы нас хотели еще нанимать Чтобы мы хотели еще дальше работать, чтобы с нами хотели работать издатели Вот эти две точки зрения находятся в неком противоречии С одной стороны идет ориентация на критиков и игроков С другой стороны на бизнес И я не знаю, какая точка зрения имеет право на жизнь, там, больше, чем другая Андрей говорит, что студия Saber работает для партнеров Если, например, Microsoft, который с ними работал, доволен То он закажет следующий проект И они будут работать вместе еще долго и счастливо Инди-студии говорят, что если их игра имеет рейтинг 90%, то им плевать на издателей Потому что игроки сказали Ребята, мы вас любим, и это самое главное в бизнесе Я не знаю, какая точка зрения превалирует Вот что Андрей скажет Да, ответ на это просто, на самом деле, очень простой Потому что, на самом деле, когда мы с Сергеем смотрели на рейтинги Мы посмотрели также на те рейтинги, которые получают проект Halo 4 Halo 4, который вышел буквально несколько дней назад Что мы там видим? Мы видим, что рейтинг критиков, он 87, ну, короче, большой А рейтинг игроков маленький Окей, да, посмотрим, в чем он складывается 10-10-10, 0-0-0 1-1, 10-10-10 Что такое 0-0-0? Это называется люди-хейтеры Мы называем... Игра хорошая, но она сделана в 343, а не банджо 0-0 Ну, как можно Halo 4 поставить 0? Ну, это смешно Ну, то есть, это просто настолько смешно, что даже обсуждать не хочется Поэтому, то, что находится на метакритике, нужно воспринимать довольно большим, скажем так, grain of salt То есть, иначе говоря, определенной долей, как сказать... Иронии Иронии, неверия, что называется То, что важно, это то, что ты... У тебя есть издатель, у тебя есть партнер Партнер определяет определенные условия проекта Иногда, подписываясь с издателем, ты понимаешь, что проект не получит С слишком большой метакритик Просто потому, что у тебя параметры проекта такие Времени мало, например, на проект Или еще... Или бюджет ограниченный Или, ну, что-нибудь Ты знаешь, что ты не получишь 100 Ты знаешь, что не получишь 90 или 80 Вопрос, брать такой проект или не брать? На самом деле, все это эмоции Потому что есть одна серьезная мерила успеха Или вообще проблема жизненная Приходит... Не знаю, в разных судах, наверное, по-разному числу платят зарплату Допустим, приходит первое число каждого месяца И либо ты можешь заплатить сотрудникам зарплату И самому себе взять Либо ты не можешь И по сравнению с этим, честно сказать Какой ты получил рейтинг на метакритике Это просто фигня Если ты можешь прийти домой к жене и сказать, что у тебя есть зарплата Ну, это хорошо Или сам себе Или с друзьями пойти выпить пивка в баре А если у тебя не на что это сделать И ты не можешь людям, которые работают с тобой Или на тебя обеспечить им зарплату Ну, вот тут начинаются проблемы По сравнению с этим, все остальное просто Детский сад даже обсуждения не стоит Я хотел бы добавить, что речь идет о студии В которой работает 150 человек И одно дело, когда вас трое или четверо И вы можете ради идеи пожертвовать всем чем угодно Допустим, вы живете на деньги вашей жены И вместо того, чтобы работать Вы сидите дома И изобретаете гениальнейший проект всех времен народов И это нормально Так родилась, например, игра Mountain Blade В течение более чем двух лет Армаган сидел дома А жена работала в банке И он на эти деньги разрабатывал игру Но как только у вас появляются сотрудники Только у вас появляется команда Хочешь не хочешь Но каждый месяц вы должны обеспечивать им Их зарплату, и их существование И определенные гарантии И в этот момент Отношение ваше к хейтерам Которые фигачат ноль на метакритике Оно сильно меняется И этим отличаются, конечно, коммерческие профессиональные студии От студий некоммерческих Которые говорят О, у нас 9,9 на метакритике Мы получили грант от Брюсселя Мы сейчас будем делать новую игру Про то, как пингвиненок замерзает в Антарктиде Окей, файн Ну, там, вас двое или трое Вам вообще плевать на команду Ну, я думаю, если вы получили 9,9 на метакритике Скорее всего, это не говорит о том Что так нельзя противопоставлять Metacritic Scores С тем Грубо говоря, с бизнес-стороной всего этого дела Потому что Если игра получает 9 идей Скорее всего, вы не сделали какой-то полунотран Скорее всего, это довольно осмысленная игра Другое дело, что нельзя говорить, что Есть параметры Есть параметры проекта Есть параметры жизни Поэтому ты живешь в рамках этих параметров И самое главное, чтобы твой издатель был доволен Чтобы он понимал, что происходит Почему происходит В конце концов, издателям абсолютно плевать на эту метакритику Они хотят Любой проект, издатель, это что такое? Это инвестор Он приходит и говорит Вот вам немножко денежек На самом деле, очень много денежек И я надеюсь, что мы эту инвестицию превратим в доход Если издатель доволен в результате, ну отлично Если он не доволен, то соответственно наоборот Поэтому нужно, безусловно, смотреть с точки зрения того, что издатель понимал, что происходит Чтобы он у него был адекватно Ну издатель, в этом смысле, это заказчик или партнер Чтобы они понимали, что происходит И если все происходит предсказуемо и разумно, то довольны все То есть ответ на вопрос, как влияют оценки метакритика на бизнес, вы получили? Нет, на самом деле я, может быть, неправильно прозвучал С точки зрения издателя, издатели всегда смотрят на то, какие review scores получают команды То есть это немножко неприятно, но это правда Издатели смотрят довольно внимательно Но издатели смотрят не только на это Слава богу, что они смотрят не только на это Потому что если бы они смотрят только на это Я не знаю, какой средний метакритик, я не знаю, Activision или кого-нибудь другого Я думаю, Сергей сейчас смотрит на компьютер и может посмотреть Но у тебя есть успешный проект, у тебя есть неуспешный проект Ты не можешь сравнивать проекта Call of Duty, который сделал Activision С каким-нибудь трэш проектом, который тоже сделал Activision Ты не можешь склеивать их в одну вещь и говорить, что типа средний метакритик у нас 5 Это не так. У тебя есть один проект, который успешный в Call of Duty, а у тебя есть проект, который трэш. Ну и что? Call of Duty проформит, я думаю, десятки неуспешных проектов. Это не проблема. Важно, чтобы было позрачнуть. Важно, чтобы было понимание, во что ты ввязываешься и что происходит. Собственно, из примера в студии Saber мы делали проект, называется «Битва за Лос-Анджелес», «Бэтл Лос-Анджелес», который получил метакритик крайне 4-5, что-то в таком духе. Собственно, и фильм получил примерно в таком духе. Но, если спросить студию Sony Pictures, которая владела правообладателями на фильмы, соответственно, мы сделали фильм по этому делу, они довольны, они хотят с нами работать дальше. Это о чем-то говорит. А как вы вообще вышли на эту лицензию? Можешь рассказать? На лицензию вышли мы очень просто. У нас была как называется, bandwidth в студии, то есть, иначе говоря, у нас были люди, которых могли поставить на проект. Мы искали, постоянно ищем какие-то проекты, на чем можно работать, что имеет смысл. И появилась эта opportunity, то есть, стало известно, что Sony Pictures делает фильм, он выйдет через год, они ищут компанию, которая делает игровой проект на эту тему. Ну и, соответственно, мы предложили, ну, как сказать, свои услуги, наверное, звучит не совсем правильно. Короче, мы сказали, что да, нам это интересно. Съездили к ним в гости, обсудили параметры проекта, они сказали, что времени у нас нет вообще, у нас времени, я не помню, там, год, а когда мы подписали контракт, осталось, не знаю, полгода, там, или 7 месяцев, 8 месяцев, времени вообще не было на производство. Но мы сказали, что мы сделаем, мы вам не сделаем проект, который будет получать 10 из 10, это просто физически невозможно. Если мы вообще его сможем сделать в срок, это будет уже чудо. Проекты, которые делаются по фильму, они крайне зависимы от сроков. Если ты выпускаешь, выходит фильм в такую дату, там, не знаю, 15 июля, если ты выпускаешь 15 июля круто, если ты выпускаешь 15 августа, просто забудь про свой проект. Можешь его не начинать. Поэтому крайне важно выпустить проект вовремя, крайне важно получить все возможные approvals, и не только от производителей консоли, а, допустим, от актеров, или там фильм-директора. Важно пройти через все вот эти вот круги ада, или этого производства, если это можно назвать так. Но так можно. А вообще было какое-нибудь продюсирование с их стороны? Они как-то влияли на процесс разработки, или все отдали вам? Sony Pictures не продюсировала с точки зрения того, что они... Sony Pictures чем занимается? Они занимаются производством фильмов. Поэтому они не могут продюсировать компьютерные игры. Они, естественно, могут давать добро или недобро на какие-то creative decisions. То есть, когда ты делаешь... В фильме есть главные герои, в игре тоже есть главные герои. Одни должны быть похожи немножко на других. Но актер, он чем зарабатывает с собой? Тем, что он крутой актер. Он красивый, сильный, какой-то. Хороший актер. Соответственно, когда ты делаешь компьютерного персонажа, который похож на этого актера, он, конечно, не может выглядеть один в один. Ну, компьютерный. Но для актеров важно, чтобы они были represented хорошо, позитивно. Соответственно, должен получить опрувы, и актер или их агенты убеждаются, что то, что ты делаешь, это качественно и хорошо. То есть, в этом смысле Sony Pictures, конечно, была увлечена. Получение всех этих опрувов, работе с агентами опрувов в таком ключе. Хотел бы я немножко вернуться назад. У вас два офиса в Питере и в Нью-Йорке. Учитывая разницу во времени, сложно ли этим управлять? Ну, самый простой способ управлять, это, естественно, сесть на самолет, приехать и быть на месте, чем я, собственно, регулярно и занимаюсь. То есть, сейчас мы ведем разговор в Москве, но в Москву я приехал из Питера, а не из Нью-Йорка. Соответственно, находиться вместе с студией, естественно, абсолютно критично, абсолютно важно, этим я занимаюсь постоянно. То есть, я очень много времени провожу в Питере. Как впрочем, и точно так же важно проводить, ну, не то, чтобы проводить время, а встречаться с издателями, поэтому постоянно находишься в самолет, где-нибудь ездишь, чтобы обсудить, где ты находишься в проекте, синхронизироваться, услышать пожелания, реакцию издателя на то, что где ты находишься, чтобы двигаться в одном направлении. Просто разница во времени там такая дикая. Восемь часов. Только начинается офисный рабочий день в Нью-Йорке, и тут же заканчивается офисный рабочий день в Питере. Но это не совсем так. Всем известно, что жизнь в России, в целом и в Питере, в частности, начинается гораздо позже, чем в той же самой Америке. Мои друзья-банкиры, живущие в Америке, приходят на работу к 7 утра, чтобы успеть сделать трейдинг с Лондоном и с, не знаю, Гонконгом, а в России, соответственно, в 7 утра не начинается вообще ничего. Наш продюсер в Калифорнии, в Майкрософте, начинает играть в баскетбол в 5 часов утра. Я считаю, что это немножко экстрим, но для него это не проблема. Соответственно, в России все начинается гораздо позже. Наш, скажем, бизнес-центр открывается в 11. Ну, мы начинаем работать, конечно, раньше, но тем не менее. То есть, у вас в Питере начинается работа в 11? Да. Начинаешь в 11 заканчиваешь, сколько там, плюс 8 часов, плюс обед, 7.30, 8 заканчиваешь. В 8 часов вечера и 12 часов дня в Нью-Йорке. Поэтому, когда нахожусь в Нью-Йорке, я просыпаюсь в 7 утра, в принципе, никаких проблем с этим нет, особенно, если у тебя небольшой джетлаг, когда и в 5 просыпаешься, и еще раньше. Садишься на телефон и беседуешь. Ну, когда ты работаешь с людьми постоянно, это никакая не проблема. Ты знаешь, что они думают. Ну, как будто я их видел 3 дня назад. Какая проблема обсудить какие-то вещи на телефон? Ну да. Как вы распределили обязанности между офисами? Кто чем занимается? Офис в Питере это, собственно, главный офис с точки зрения производства. Все люди, большинство этих 150 людей находятся именно в Питере, и, соответственно, все производство происходит там. То есть, это от дизайна, концептинга до программирования, арта, ну, собственно, всего, что есть. А то, что касается Нью-Йорка, то это, в первую очередь, отношения с издателями, получение новых проектов, что-то таком духе. И ты часто летаешь вообще между офисами? Крайне часто. Каждый месяц раз туда, раз обратно. Сколько ты там налетал? На эту тему есть любимая история у меня про фильм «Мне бы в небо». Я уже в нескольких интервью рассказывал, Сергей Сеевич улыбается, потому что эту историю слышал от меня 10 раз. Извини, я повторю еще раз. История состоит в том, что из фильма «Мне бы в небо», что есть человек, у которого работа такая, что он по работе летает по всей Америке постоянно, каждый день туда-обратно. И в какой-то момент он летит в самолете, подходит к командир корабля и говорит, что «Вас поздравляем, у вас на этом рейсе 10 миллионов миль по программе часто летающих пассажиров нашей авиакомпании, вас поздравляем, вы такой специальный человек». Сижу в кинотеатре, смотрю фильм и думаю, черт возьми, у меня 3 миллиона миль. Только тот, который летает, это персонаж вымышленный, но естественно, в связи с тем, что он вымышленный, он, скажем так, over the top, он нереальный, все, что есть, это за пределами реальности. Я просто реальный человек, у меня реально есть эти 3 тысячи миль, которые я, честно, высидел своим, так сказать, пятой точкой в самолете. Довольно долго. Я хочу сказать, что как издатель я должен присоединиться, у меня миллион 100 тысяч миль. То есть я, видимо, в 3 раза менее налетанный, чем Андрей. Ну, возможно, через 10 лет я смогу это налетать. Я хотел вот о чем поговорить, на самом деле. Сегодня мы когда говорили по поводу индустрии на геймдее, мы пришли к тому, что совершенно разные точки зрения есть на то, как в каком состоянии сейчас находится индустрия. Один из разработчиков сказал, что они прекратили делать игры для консолей и занимаются только фри-то-плейными играми. Исходя из этого, если бы я работал на эту компанию, я бы сказал, о, окей, PC сдох, консоль сдох, ну, фри-то-плей живет прекрасно. Давайте все двинемся в фри-то-плей, еще лучше в фри-то-плей мобайл. С другой стороны, я спросил Андрея, Андрей сказал, что прекрасно, работы много. Если есть люди, которые готовы поработать и которые хотят поработать, если есть студии, которые готовы поработать, нет проблем, работы дофига. Вот сама изоляция индустрии приводит к тому, что в одной комнате люди говорят, консоли сдохли, в другой комнате люди говорят, консоли на самом деле очень даже растут. Я хотел бы замерить текущую температуру вот конец 2019 года, разработку по консоли. Андрей, ты думаешь, есть перспективы роста, нет перспектив роста? Как вообще, как ты видишь это? Я думаю, что ситуация такая, что нет памяти о средней температуре в больнице. У меня сестра врач, она говорит, что когда делаешь операцию, то у тебя есть вероятность, там, не знаю, процент какой-то того, что сегодня пойдет не так. Где-то он на 1%, где-то он на 1%, на 1% и так далее. Но поговорка врачебная такая, что если это случилось у тебя, у тебя становится 100%. Поэтому нет памяти о средней температуре в больнице. У тебя это либо проблема, если у тебя проблемы нет. Соответственно, в нашем случае ситуация какая, что мы, безусловно, работу находим, и если мы доросли до 150 человек, это означает, что мы что-то делаем, то, что востребовано в целом. Это не значит, что это очень легко повторить такую ситуацию, потому что 12 лет работы, она какая-то трек-рекорд, и пока для того, что мы, в принципе, в состоянии что-то делать, делать это осмысленно. Безусловно, проектов много, потому что консоли есть, консоли были, консоли есть, там какой-то момент обещают новые консоли, они где-то там должны уже на горизонте появляться. Соответственно, что можно сказать, надо эти проекты делать качественно, и тогда у тебя будут заказчики, которым, если заказчикам нравится то, что ты делаешь, то у тебя будет приходить новая-новая работа. Если нет, ну тогда, собственно, нет. В случае с Эвером, очевидно, мы в состоянии делать то, что заказчикам нравится, на том, что заказчики зарабатывают, естественно, деньги. Ну, соответственно, либо они хотят повторить, либо приходят новые заказчики. У нас очень много было вопросов из Твиттера. Последний проект ваш, инвершн, сколько вы его делали, как подбирали издатели, вот, и вообще у меня такой довольно серьезный вопрос, почему для каждого вашего нового проекта издатель менялся? Почему вы не выбрали себе одну компанию, с которой вы работаете, и продолжать с ней работать? Нельзя сказать, что ты выбираешь издателя, скорее издатель выбирает тебя в этой ситуации. Ты хочешь, вроде, когда начинаешь работать в этой индустрии, тебе кажется, что ты будешь работать издателем, издатель это такой большой папка, он тебе поможет, он тебе объяснит, все у него будет хорошо, только делай нормальные работы, и проблем никаких не будет. Казалось ложь. Почему? Потому что, ну, собственно, история наша родная, да, мы начинали проект Time Shift с Atari, отличный издатель, крупный, их офис находился в двух шагах от нашего офиса в Нью-Йорке, мы пришли два блока наверх, два квартала наверх, по пятой авене мы приходили от нашего офиса, как офиса, можно было общаться, можно было, все было классно. Через полтора года разработки выяснилось, что Atari закончились, деньги на проект, они начали продавать все свои проекты, хотели продать все, кроме Time Shift, ну, кроме нашего проекта, потому что они в него верили, и люди были, скажем так, эмоционально вовлечены в него. Закончилось тем, что продали, в первую очередь, наш проект, потому что он продавался, у него нашелся покупатель в лицевой венте, что означает, что стабильности в этой индустрии никакой нету, и ты не знаешь, что будет завтра, и куда тебя, так сказать, судьба заведет, поэтому проекты длинные, это не то, что ты находишь, соответственно, одного издателя, и с ним делаешь два десятка проектов. У тебя каждый проект это штучный такой товар. У издателя есть свои линейки продуктов, у издателя есть свои жизненные циклы, когда ты начинаешь работать с издателем, и у него все круто, типа того, когда мы начинали работать с Atari, а проходит год-два-три, и выясняется, что издатель входит в стадию упадка. Что делать? Ну, как будто ты идешь другого издателя ищешь. Это нормальный процесс, все изменяется. Естественно, есть издатели, которые крупные, и они более стабильные, есть с ними, есть возможность работать на длительном периоде времени стабильно, но, собственно, в процессе. Просто мне показалось, что ваше направление, это студия у вас специализируется на шутерах, то как бы, если вы не меняете направление, то почему вот так вот создать? Все, я понял. Спасибо. Не-не, мы не меняем направление. Если мы начали делать шутеры, мы, скорее всего, на пенсию идем делать и шутеры, седыми, седыми, и очень, так сказать, профессиональными в делании этих шутеров. Ты не можешь поменять радикальное направление. Если ты начал делать шутеры, ты будешь делать шутеры. Если ты будешь делать вдруг что-нибудь там другое, решишь делать там RTS или какой-нибудь, я не знаю, гонки, тебе нужно разрабатывать технологию сначала, тебе нужно разрабатывать engine, нужно разрабатывать понимание, нужно изучить кучу других игр, которые как-то похожи. То есть это просто очень долго занимает время. Если ты делаешь что-то профессионально, делаешь профессионально, делаешь шутеры дальше. Ну, или вариации на тему шутеров, экшенов и так далее. Такой вопрос-то. Хорошо, что упрямил engine. У вас все игры разрабатываются на собственной разработке? Да, у нас свой engine, безусловно. Ну, и понятное дело, когда мы работали в случае с Halo Anniversary, то у нас был engine свой, но мы нашли способ его склеить со старым engine, в смысле с engine из оригинала Halo с Halo CE придумали решение. Решение, собственно, было... Я написал по сморту, который опубликовали в game developer и там он получил какие-то там... Ну, не по сморту, естественно, сам подход, он получил какие-то там призы. Ну, это отдельная история. Что ты можешь сказать про свою работу с крупными IP, как Halo? Что вы из этого вынесли? Какой опыт, какие положительные отрицательности? Ну, никаких отрицательных эмоций, безусловно, нет. Если ты работаешь над Halo и ты делаешь это хорошо и качественно, то какие же у тебя отрицательные эмоции? Скорее всего, только положительные эмоции. То, что новое мы вынесли для себя, это то, что когда ты делаешь проект original по своей концепции, ну, ты делаешь его, ты, естественно, согласуешь его с издателем. Это нормальный процесс, но когда ты делаешь проект по чьему-то IP, особенно по такому крупному IP, как Halo, Halo, это, видимо, одно из самых просто крупнейших IP в целом индустрии, то тебе нужно убедиться, что заказчик доволен, не то, что даже он доволен, а то, что у тебя он, то, что ты делаешь, делается правильно. В рамках студии, в рамках Microsoft есть специальная группа называется Franchise Team. Это люди, которые занимаются, которые знают Franchise Halo от Adobe и 5 пальцев могут тебе сказать, то, что ты делаешь, оно правильно, неправильно, если неправильно, то в чем, в дизайне персонажа, в дизайне уровня, в лайтинге, в каких-то полных мелочах, о которых ты даже можешь задуматься, не задумаешься. Вещи типа того, когда мы делали, начинали делать проект Halo, встала тема планеты, такая, ну, космическая тематика, соответственно, есть планеты, которые ты видишь на ночном небе, так эти планеты, они где расположены, вот так или иначе? И вроде как ответ-то один, какая разница, планеты планет, все равно не можешь выйти, посмотреть на этот Halo Ring в живую жизнь и никогда не знаешь, как она есть. На самом деле, так делать нельзя, потому что у тебя есть какая-то история, эта история, она чем-то обоснована, есть книжки по этому Halo, фильмы, ничего не знает, что есть по поводу этого Halo, есть люди, у которых есть просто знания того, вот так вот эти планеты выглядят в Halo. Точно так же ты понимаешь, что человек привык к тому, что Солнце сходит на Востоке, так вот люди, играющие в Halo, знают, что когда у тебя есть Halo Ring, такая-то планета, там, базис у них есть, он находится с одной стороны, а threshold, а потом находится с другой стороны. Если ты поменяешь их местами или сделаешь их не того размера, не того цвета, не того, ну короче, не такими, то люди скажут, ага, так это же не Halo, это что-то другое. Но пока ты не начинаешь работать над проектом, ты этого не задумываешься, потому что, ну, для тебя Halo, Halo, если красиво, то нормально, а так не работает. Понятно. Перейдем тогда, наверное, к вашему последнему проекту, который вышел в этом году, Inversion, про него было очень много вопросов. Тут есть вопрос от Миши Шевкуна. Как у вас вообще дела идут после Inversion? Что вы сейчас собираетесь делать или уже, может быть, делаете? Здравствуйте, Миша Шевкун. Я, к сожалению, не очень могу много на эту тему сказать, знаю только, что студия существует и работает, и все идет осмысленно, но пока проект крупный, особенно не объявленный, про них, к сожалению, ничего нельзя сказать. Я могу сказать, я могу сказать. Я видел сегодня ролик, два ролика из двух игр, которые делает Saber. Я не могу вам рассказать, что это за ролики и что это за игры. В общем, Ловите Климова, он более сговорчивый. Сегодня на Геймдее мне дали флешку, я ее вставил, мне там на этой флешке было два ролика. Если бы ты видел, ты уже забыл. Да, я уже забыл, что я видел. Если бы я вам сказал, как назывались ролики, вы бы все поняли. Я одно могу сказать, то, что студия Saber, безусловно, живет, живет, работает и растет. Тогда следующий вопрос задает Александр Кросс. Оно касается больше не именно проектов, а какое вообще дальнейшее развитие компании. Надеюсь, вы не подадитесь в социалке? Будете ли работать над играми нового поколения? Мы, безусловно, будем работать над играми нового поколения, и в социалке мы обозрим будущее, наверное, не подадимся. В принципе, по той простой причине, что, как я уже говорил, если ты умеешь что-то делать, делай это хорошо, и лучше делать это, ну, развиваться в этом направлении. Если ты там олимпийский чемпион по прыжкам, не знаю, в высоту, то прыгай в высоту и выше, выше, выше. А бегать слишком быстро будет кто-нибудь другой, или там плавать будет кто-нибудь другой. Примерно вот такая логика. Поэтому в социалке мы, конечно, не перейдем, но консольный или просто там современный крупный проект мы, безусловно, будем продолжать делать. Ну, слушай, есть же такая штука, называется диверсификация бизнеса. Ты не думаешь, что занимаясь только одним делом вы можете попасть когда-нибудь в рискованное состояние? Сто процентов мы думаем об этом и нас со страшной силой беспокоит. Именно поэтому мы делаем не один проект одновременно, а несколько. Это проекты разные с разными заказчиками, поэтому мы, в принципе, защищены от той проблемой, которая у нас возникла с Atari, когда, например, у них деньги кончились. Безусловно, нас это очень беспокоит. Я хотел бы добавить пару слов со своей стороны. Мы сегодня говорили о том, что Saber набирает активно самых разных людей. И я хотел бы вернуться к вопросу стажерства и к вопросу людей, которые хотят заниматься играми, но не живут в Москве и живут не в Петербурге. Но тем не менее, хотели бы, например, заниматься играми, на текущий момент находясь в Архангельске, Екатеринбурге, Новосибирске или Владивостоке. Я сейчас добавлю, здесь как раз есть схожий вопрос, задает Дмитрий Клюев. Где вы берете кадры в Питере, как в компании выстроена обучающая кривая, какая корпоративная культура и так далее? Ну вот, я хотел бы еще перед тем, как этот вопрос закроет Андрей, сказать, что во время подкаста, который не состоялся благодаря урагану Сэнди, мы очень много говорили о тех людях, которых нанимает Saber, о том, как он их обучает и о том, почему не бывает, по крайней мере, пока в истории Saber, женщин-программистов. Я надеюсь, что Андрей сейчас немножко этот вопрос осветит. Ну, я начну с того, что подкаст, предыдущая версия подкаста, если это подкаст 1.0, то, наверное, было так, 0.9, она не состоялась не из-за урагана... 0.5. Или 0.5, да, она состоялась не из-за урагана Сэнди, а из-за того красного вина, который мы с Сергеем пили, ну, или из технических неполадок, можно сказать так. Про женщин-программистов все просто. Естественно, Saber, это, как сказать, по-американски звучит equal opportunity employer, поэтому, если человек есть и он адекватен и в состоянии делать дело, то мы не будем смотреть это мальчик, это девочка или там бабушка. Мы, скорее всего, если пройдет техническое интервью и подойдет, как бы, в целом, мы почувствуем, что мы с ним сходимся, то, естественно, тут проблем никаких не возникнет. Другое дело, что нам крайне редко приходят, если вообще приходят интервью девушек-программистов, и, соответственно, проблема в этом. У нас достаточно высокие требования для технического собеседования, то есть нужно, если ты программист, ты должен очень хорошо программировать, ну или быть студентом и иметь желание хорошо изучить это программирование. Поэтому, если ты проходишь этот, ну, как бы, барьер, так сказать, знаний, то почему нет? Девушка-не девушка, это дело такое. А если как раз к вопросу, где вы берете кадры в Питере? Где мы берем кадры в Питере? Мы их ищем, мы берем их не только в Питере, мы берем их и в Питере, не в Питере, мы приводим людей, в принципе, со всей России. То есть, если есть какая-нибудь талантливая девушка-программист из Уфы, вы можете провести в Питер и там всему обучить? Тут даже больше, чем из Уфы. К нам приезжают люди из Дальнего Востока, я, честно сказать, даже затрудняю их назвать, эти территории региона, уж тем более называть их разницей в часовых поясах в Москве, но я помню, что когда интервью был человек, по-моему, из Комсомольска на Амуре или Сахалина, черная, ну, короче, очень издалека, и, собственно, там наша ИЧА написала, что у него там 7 часов разницы с Москвой, 1 час разница с Токио, и там типа 17 часов разница с, там, не знаю, с Нью-Йорком, и там 20 с западным, я, наверное, немножко цифры, конечно, смешиваю, но идея понятная, западным побережьем где-то в тот момент находился, и, соответственно, там 10 вечера в Лос-Анджелесе, было там 7 утра в том месте, куда я звонил, как-то так, но это не проблема, ты приводишь людей оттуда, откуда они, то там, где они живут, если они хотят приехать в Питер, они адекватные, как бы социальные, естественно, ну, могут делать то, что надо, мы, безусловно, поможем их привезти, поможем им приехать, и попробуем их адаптировать в Питере у нас. Такой еще вопрос по теме, со стороны какой компании в Питере вы испытываете больше, так сказать, конкуренцию на рынке труда? Есть такие? Или вообще никак не пересекаетесь? Конечно, есть. Есть компании, которые работают и в этой индустрии, да и, в принципе, просто в целом, если, ну, как бы это IT-индустрия, она, наверное, одна такой, так сказать, один большой, так сказать, бочонок, в котором все перемешано, поэтому это нормально, цивилизованно как-то происходит. Ну, то есть, вы там договариваетесь, или как-то это все само собой решается? Что значит договариваетесь, так сказать? Ты говоришь с людьми, естественно, ты разговариваешь с тем, что, ну, так сказать, ты стараешься, чтобы люди, с которыми ты работаешь, они, было хорошо у тебя работать, и, ну, как бы, в этой индустрии самое главное это люди, безусловно, а не, так сказать, там, не знаю, компьютеры, которых у тебя есть, там, или офис, который есть, ты же не сдаешь бизнес-центр в аренду, ты сдаешь, ты ничего не сдаешь, ты просто, у тебя есть люди, таланты, и это самое главное, что у тебя есть. Виталий Толучинкин еще дополняет, в какой определенной сфере вы сейчас именно ищете кадры? Я думаю, что... Кто требуется больше всего компания? Да, наверное, все, по большому счету. У нас довольно много, у нас почти всегда довольно много открытых вакансий, мы всегда ищем людей, программистов, художников, дизайнеров, программистов интерфейса, да, честно сказать, много кого, то есть, если людям интересно работать в нашей индустрии, то, соответственно, звоните нам, пишите нам, мы с вами пообщаемся, для этого нужно быть профессионалами. Следующий вопрос задает Александр Кросс, это несколько вопросов. Восторги ли вы от проделанной работы на Derby Inversion и почему в игре столь низкий метаскор? Мне игра понравилась. Почему настолько затянулась разработка этого проекта? Неужели легендарная студия затягивает разработку, лишь бы продержаться на плаву? На самом деле, метаскор мы уже обсудили, а вот про вторую часть. Ну, концепция того, что студия затягивает разработку, чтобы продержаться на плаву, это вообще какая-то, так сказать, странная постановка вопроса, потому что у тебя есть бюджет, и этот бюджет, он не... Если ты сделал игру в тех сроках, которые ты обещал его сделать, то круто, а если ты его сделал в два раза больше срока, то никто тебе не будет платить в два раза больше денег, потому что так, ну, так физически не работает, так не может работать, правильно? Ну, наверное, у Александра какое-то странное немного представление о том, как проводится бюджетирование игр, и, возможно, у него есть какие-то в голове готовые примеры, может быть, он так и работает, я не знаю. Да не, ну как, если ты идешь покупать любой товар, машину, я не знаю, там, или телефон, или, там, не знаю, кусок хлеба, то буханку хлеба, так, собственно, или, как в Москве, батон, да, так вот говорят. У вас в Ленинграде, я не знаю, как говорят, но не важно. У нас батон. Батон тоже, значит, в Московске. Ты не поверишь, не поребрик. Не поребрик. Если ты покупаешь поребрик хлеба, я даже не знаю, сколько это будет стоить. У тебя какая-то цена, соответственно, в случае с играми у тебя есть такая цена продукта, которая исходит на, ну, безусловным фактором в ее определении является то, вообще, сколько ты можешь продать в результате. Когда ты подписываешь эти контракты с издателем, все делают, так называемый P&L, то есть Profit and Loss Analysis, и считают, могут они заработать или нет. Поэтому, если ты вдруг продлишь контракт, продлишь разработку там в два раза и просишь в два раза больше финансирования, то, скорее всего, твой P&L пострадает. Скорее всего, он пострадает настолько радикально, что просто работы никто не захочет. Поэтому так не работает. И любой здравомыслящий разработчик хочет закончить проект как можно быстрее. Ну, быстрее не получается, но в те сроки примерно, которые он был изначально, запланировал. То есть Inversion затянулся в другой причине? Да, он затянулся по причине того, что менялся Vision проект, менялись продюсеры, менялась Vision Namco, то есть там куча таких вещей, которые, так сказать, вне контроля разработчиков. А продюсеры с вами со стороны Namco? Да. Каждый продюсер это новый Vision, новый, так сказать, взгляд на жизнь. Это не ускоряющий процесс. Я просто хочу сказать со своей стороны, то что представьте, что вы издатели, вы подписались с разработчиком. Разработчик пришел и сказал, ребята, мы сделаем самую лучшую в мире игру. Окей, файн, мы начали с ними работать. Через два года работы разработчик говорит, ну, короче, мы поменяли жанр. Окей, файн, мы переделали компанию запуска, ждем нового жанра. Еще прошло полгода, разработчик говорит, ну, короче, мы поменяли название, главного героя, палитру и вообще сеттинг. Теперь ты у нас сайберпанк. Окей, файн, еще полгода ты работаешь. Ижжжж, полгода к тебе приходят и говорят, ну, короче, мы теперь решили делать это не как PC-игру, а мы решили это сделать для Wii U, потому что Wii U скоро выходит. И они выпускают эту игру для Wii U, и она проваливается. К тебе приходят и говорят, парень, ты вроде как издатель, обещал нам классную игру, а вышла какая-то фигня. Вот, ну, я в этом случае скажу, извините, все решения по поводу того, что это за игра, когда она выходит и как она выходит, принимал разработчик. Все вопросы к нему. Вот в случае с Андреем то же самое можно сказать, только в обратную сторону. Все эти вопросы принимали, решение по этим вопросам принимал издатель, и вопросы относительно того, когда вышел Inversion, как вышел Inversion, что в нем в конце концов было, это вопросы к издателю, к продюсерам нам, которых там было достаточно много, самых разных. Ну, все равно правильно, так все и есть. Это индустрия, поэтому здесь решение не принято. Все, в принципе, все хотят выпустить как можно раньше, как можно быстрее, потому что если есть проект, ну, понимаешь, каждый месяц он что-то стоит. Это зарплата, и там куча-куча всего еще связанного с этим. Поэтому, чем раньше ты можешь выпустить проект, тем лучше. Это хоть издатель, или это хоть разработчик. Другое дело, что иногда эта ситуация складывается так, что что-то меняется. Например, как я уже сказал, смена продюсеров, она не помогает. Вот еще такой вопрос, который может, скорее всего, добавить Сергей Климов. Правда, что Sony, Konami и THQ приводили Saber как пример профессионального разработчика, а работать с которым готовы хоть завтра. Это задает Фрэнтик Дэн. Я могу сказать просто то, что я видел сам. Мы выставлялись на Е3 вместе со студией Лориан. Мы были в зале, где были все инди-разработчики. И в какой-то момент я стоял и разговаривал с нашим американским юристом, который известен тем, что он занимается играми и фильмами, комиксом и телевидением. И мимо шли два прекрасных парня в костюмах, которые сказали, эй, привет, ребята, мы из Sony Pictures. И я им сказал, ну, очень рад вас встретить, вы, видимо, очень крутые, потому что из кинокомпании обычно ребята сильно круче, чем из игровых компаний. И я говорю, ребят, может быть, я знаю кого-то, кого вы знаете. Я знаю Андрея из Saber. И надо было видеть их улыбки, и у них практически лопнули головы. Они сказали, ху-ху, Андрей, это парень, который нам не парит мозг. Это парень, который сказал, вам нужна игра за полгода, вы будете иметь игру за полгода, он ее сделал, и вообще он классный парень. И они дальше мне рассказали, что большинство разработчиков, они немножко, как бы сказать по-русски, вот, если ты говоришь по-английски, ты говоришь то есть очень, как бы, доставучие. Вот, они приходят и говорят, ребят, у нас выходит фильм про зомби через 9 месяцев, сделайте нам хорошую игру. И разработчик начинает, 9 месяцев игру, вы что, вы не понимаете, игра делается 3 года, до этого еще год при продакшн, вы должны нас убедить, что это будет шаг в нужном направлении, нам всего 40 лет, мы хотим еще сделать 2 главных игры, ваша игра будет нашей главной игрой, дайте денег, дайте денег, дайте денег. И в общем, ну как... Слушай, у тебя очень профессионально получается, понимаю, кем ты работаешь теперь. Я не был ни разу разработчиком, я должен сразу дисклеймер такой дать, вот, но я много такого слышал. И Грид Сейбер пришел и сказал, 6 месяцев, окей, нет проблем, мы это сделаем. Они это сделали, они запустили игру, и люди были довольны, и все были в плюсе, и это было прибыльно для студии, киностудии, и для всех партнеров. И в этом плане, я согласен с Андреем, что можно сколько угодно распинаться на тему оценки игроков, которые фигачат иногда 0, с Ахэлл 4, но реальный показатель, это то, насколько тобой довольны партнеры. И то, что я увидел, что Соня Пехчева сказали, что они готовы подписаться Сейбером хоть завтра, если Сейбер придет и скажет, мы хотим сделать игру вот по этой, по этой, по этой лицензии. Для меня это показатель того, что Сейбер что-то делает очень правильно, потому что в индустрии у них прекрасная репутация в этом плане. Да, это очень правильно. Спасибо за, так сказать, столь, скажем так, лесный воздух. Я, наверное, должен благодарить тебя, Сергей, нашего общего знакомого с Sony Pictures. Ты сказал одну очень правильную вещь из того, что тебе приходят партнеры, говорят, у нас есть такая идея проекта, времени нету, сроки сжатые, там все очень, в этом, с производственной точки зрения все очень трудно и непонятно. Хотите делать проект? Зачастую ты говоришь, да, хочу. В принципе, так было с проектом Battle of Los Angeles. Точно то же самое было и с проектом Halo Anniversary, потому что там тоже сроки были не то, что можно, так сказать, пальцем носу говорить до бесконечности. Надо было работать, работать здесь сейчас, и было куча вопросов, как это все сделать, какое технологическое решение выбрать, как вообще подойти к такому проекту. Но было очевидно, что если есть возможность сделать проект по франчайзу Halo, это нужно садиться и делать. Поэтому ты говоришь, да, мы сделаем, и дальше разберемся, как это делать. И, в принципе, подход работает. Естественно, тебе нужно включить мозг, включить его самому, включить у всех людей, которые работают с тобой. Ну, в принципе, мы стараемся его не выключать, этот мозг, в целом. Но справляемся. Следующий вопрос от двух людей сразу же, Александр Фомичо и Павел Дальницкий. Этот вопрос касается проекта Таймшифт. Как он продался, планируется ли сиквел, и вообще Таймшифт, это чуть ли не последняя игра от издателя Сиера до его закрытия. Опишите трудности процесса работы с издателем зомби. Это не то, что издатель зомби, он стал издателем зомби в последние два месяца собственно разработки, даже не на этапе разработки и на этапе продажи уже проекта. Не то, что зомби, был инициирован процесс слияния Vivendi и Activision. Ну, Сиера, в принципе, это бренд Vivendi, то есть проблема Сиеры это проблема Vivendi. Это довольно неприятно, потому что все люди, с которыми ты работаешь, в какой-то момент получают, например, там, имейл или их собирают на миссинг, говорят, ребята, завтра вас либо увольняют, либо вы будете работать в другой компании, соответственно, все, над чем вы работали и старались, в нашем случае, это имшифт, это, ну, скажем так, на самом деле, с десятым приоритетом, потому что, в принципе, завтра тебя могут либо уволить, либо назначить на другую, так сказать, работу, другую команду, на другие проекты. Поэтому это, естественно, крайне негативно сказывается на усилиях людей, которые должны продавать проект со стороны издателя, продавать людям, продавать прессе, там, и так далее. Поэтому, я думаю, мы получили более низкие оценки и что-то не добрали по продажам. С другой стороны, мы, естественно, благодарны Вивенде в том смысле, что они помогли сделать нам первый консольный проект. Мы попробовали PlayStation 3 и выпустили проект на Xbox 360, то, что все было классно. То есть, как он продался, хорошо или плохо? Миллион копий, по-моему, да? Да, была цифра, что более миллиона копий продажи создали официально, правда, без распределения по платформам. На все остальные комментарии по поводу, на все остальные вопросы по поводу продолжения различных игр, которые делал Сейбер, у нас написано на бумажке отвечать без комментариев. Я думаю, что все, возможно, смогут сделать свои собственные выводы, мы никому ни о чем, безусловно, не говорим. Ну и, наверное, у нас осталось 3 минуты, нам нужно какие-то последние вопросы поднять. Да, давайте. Тут есть несколько вопросов. Александр Барабанов спрашивает, разработка для Xbox PS3, насколько велика разница? Как сильно давит Microsoft разработчиков Halo? Отличаются ли 360 PS3? Ну, конечно, отличаются. Две разные железяки, которые работают по-разному, у них есть разные технические нюансы. У одной есть DVD, ну, это самый Hard Drive, в смысле, у PlayStation 3, а у Xbox он то ли есть, то ли нет. У одного есть SPU, в смысле, у PlayStation 3, а у второго их нету, зато есть Multithreading, который гораздо более, скажем так, простой в управлении. Это все технические нюансы, которые нужно знать. Нельзя сказать, что там одно сильно лучше или хуже другого, они, например, достаточно сравнимые системы. Ты должен знать сильные стороны той и другой и вытаскивать с помощью них проект. То, что касается давит Microsoft или не давит на разработчиках, ответ, очевидно, однозначно давит. Слушайте, давит. Они для Microsoft это крайне важная франчайзер, наверное, самая важная франчайзер. Поэтому, если ты взялся за гуш, ну, так, собственно, делай этот проект качественно, делай его серьезно, учись работать с ними, делай... Короче, это должен по-моему профессиональную работу. Понятно. И, наверное, давайте тогда последний вопрос. Задает его фото ретвит, интересный имя человека. Так, сольются игры с кино в интерактивное действие или нет? Или это два полярных процесса? Ой, сольются ли игры с кино? Трудно сказать, что они сольются или не сольются. Понятно, что качество игр, оно повышается из года в год, соответственно, игры довольно близки уже, наверное, с кино с точки зрения качества картинки или сложности сюжета и истории. У тебя есть принципиальная разница между тем, какая работа одно и другое, ты не можешь их склеивать в единое целое, потому что разные медиумы, разные направления. Если в играх есть память интерактивности, в кино этого нет. В кино ты сидишь, ослабился, лежишь на диванчике, смотришь сюжет. В принципе, у тебя нет проблемы того, что тебе управлять сложно или тебе что-то непонятно. Нет такого понятия. Главное, герой знает, да, не знает, откуда он бежать, что ему делать и в какой момент испугаться и наоборот, так сказать, обрадоваться. В играх у тебя есть ограничения, ну или наоборот opportunities этого жанра, когда ты можешь игрока чем-то удивить, ты можешь ему задать, ну то есть интерактивность это особая тема. Поэтому, скорее всего, два жанра, которые они, два жанра интертеймента, которые близки, но они разные по сути своей. Я со своей стороны хотел добавить, что сегодня мы встречались с одним из дизайнеров, который очень точно уловил идею разницы между обычными играми и играми по фильмам. Он сказал, игры по фильмам должны удовлетворять ожиданиям покупателей. Неважно, эти игры должны быть хорошими или плохими относительно общего какого-то такого термометра. Важно, чтобы люди, которые отдали за них деньги, получили то, что они ожидали. Если это состоялось, прекрасно, все, классно. Соответственно, для меня некие несколько рейтингов проектов по фильмам, они во многом связаны с тем, что люди покупают, которые не собирались их покупать. Не нужно было их покупать. Я играл в игру по Терминатору, кто помнит такой фильм, от компании Ocean of America. Был такой издатель. И при всей тупости этой игры и сейчас на Агоге, например, вряд ли вы эту игру найдете. Если найдете, вряд ли она популярна. Но эта игра давала мне делать ровно то, что я видел в фильме. Гоняться по Лос-Анджелесу, по этим высохшим каналам, на мотоцикле, стрелять там, опережать грузовики. Я получил реальный кайф от того, как я в эту игру играл. Соответственно, не нужно мне рассказывать про Метакритик. Я получил то, что я хотел. Все, я счастлив. И, на мой взгляд, основная задача для оценки адекватной и то, что сейчас Метакритик, в принципе, система немножко трещит. Она связана с тем, чтобы понимать, для кого эта игра и оценивать ее в рамках того, для кого эта игра сделана. League of Legends это хорошая игра для меня? Да нифига. Но хорошая ли эта игра, например, для какого-то киевского хлопца типа Галенкина? Запросто, конечно. Ну, то есть, вопрос в разнице подходов. Ну, да, это, безусловно, так и есть. Я не уверен, что-то применимо не только к играм по фильмам, но вообще просто, наверное, вообще к любому тому, что ты покупаешь. Если ты покупаешь Мерседес и платишь для него кучу денег, ты, да, понимаешь, что, да, с одной стороны заплатил кучу денег, с другой стороны получил Мерседес. Но если ты получишь за это дело Шкоду, наверное, ты будешь недоволен. Ну и наоборот, если ты за Шкоду вдруг заплатил за Мерседес, то тоже, наверное, будет не очень приятно. Должно быть соответствие ожиданий с тем, что происходит. В нашем случае с Battle of Los Angeles было... люди ожидали получить там триплэй-проект длинной же там десять часов синглплеер, мультиплеер, кооп. Черт знает что еще. Получили двухчасовую игру. Как бы, ох, два часа, это ужасно, это плохо. Ребята, это же игра стоит 10 долларов в продаже, она не стоит 60, она стоит 10 долларов. Наш издатель, у него был такой логотип Like the Mooer Play the Game. Понравился фильм, пойди поиграю в игру. И те, кто последовали этому, скажем так, совету, все у них было хорошо, им не понравилось фильм. Фильм был не самый гениальный с точки зрения... Он был простой. Ты смотришь фильм, так будто играешь в Call of Duty. Ну, немножко на другую тему. Если ты ожидаешь это от игры, ты получаешь это от игры. Если ты ожидаешь, что тебе будет там сага о Форсайтах и рассказывают про душевные переживания главных героев, ты этого не получишь. Ну, соответственно, если ты это не получаешь, ставишь, ну, там, двойку за игру, ну, да, так, собственно, никто не обещал. Последний, наверное, вопрос на сегодня. Когда нам ждать ближайшего анонса от студии Saber относительно одного из проектов, которые Saber разрабатывает. И меня смотрит с задумчивой улыбкой Анна Налёшкина, продюсер Saber, которая мне сегодня показала два ролика из неанонсированных проектов, один из которых мне крайне понравился. Я бы хотел его прямо тисануть в комментарии к подкасту. Правда, мне не дадут, но, возможно, у меня осталось на ноутбуке. Так что там такие штуки летают и вообще там полный пыщ-пыщ. Вот, когда мы следующего анонса можем ожидать. Ну, с учетом того, что я несколько рассказал, что если мы начали делать экшен-игр, то, скорее всего, там должен быть пыщ-пыщ, без него же просто никуда нашим проектом. Я думаю, что в течение буквально нескольких месяцев мы сделаем первые свои анонсы, но, честно скажу, только верхушка айсберга того, что мы делаем, для тех, кто придет к нам работать, приходите, мы вам расскажем, покажем гораздо больше. Последний, окей, хорошо. Последний, последний вопрос. Ваши... У меня потом еще будет. Да, окей. Значит, предпоследний, последний вопрос. Ваша игра Adversion недоступна для покупателей из Украины в Steam. Означает ли это, что вы со своей питерской точкой зрения считаете украинских игроков недолюдьми, недочеловеками, которым нельзя даже давать возможность купить вашу игру, не дай бог, они вам поставят ноль на метакритике? Или как-то это можно ситуацию исправить? Вы же по-русски говорите? Да, мы говорим по-русски, и, скажем так, братьев украинцев мы, да, братьев Славян мы очень любим. У меня дай родный брат живет в Одессе, и дядя живет в Киеве, и, собственно, другой город я страшно люблю. но, боюсь, что в данном вопросе нужно переадресовать нашим издателям на, как это по-английски называется, CIS, по-русски это на СНГ. Соответственно, все права на СНГ были переданы нашему издателю 1С, и если она на каких-то частях этого пространства не была издана, то, скорее всего, это вопрос к ним. У меня даже не вопрос о такой вот в качестве завершения. Что бы ты вообще посоветовал начинающим разработчикам, если бы к тебе подошли и спросили, Андрей, дай нам полезный совет, вот что бы ты такое сказал? Я хотел сказать, что в том подкасте, который пропал из красного вина, вернее, официальной версии Урагана Сэнди, там был прекрасный совет, потому что мы целую дискуссию устроили о том, что стоит изучать, что не стоит изучать, чего не стоит изучать, и Андрей дал свое совершенно конкретное мнение относительно того, какое образование выбирать тем, кто хочет работать в игровой индустрии. Давайте я дам простой совет, который называется email jobs at saber3d.com соответственно. Или посмотрите на нашем сайте, если это плохо прозвучало, www.saber3d.com там все эти email есть. Если говорить без шуток, то, чтобы работать в гейминдустрии, нужна эта индустрия, которая требует мозг. Мозг заточен на решение определенных задач. Например, программистских. Если хорошо программируешь на C++ или являешься студентом, который изучает это дело и ему это нравится, то, в принципе, можно поговорить на тему трудоустройства в Saber или какой-нибудь другой компании, работающей в этой индустрии. Естественно, программистным дело не заканчивается. Нам нужны художники, нам нужны дизайнеры, нам нужны продюсеры и вообще люди, работающие в разных дисциплинах, производители, которые за ним понимают, что такое звук, как его производить. Соответственно, нужно любить игры, нужно хотеть работать в этой индустрии и как бы желание заниматься этим делом, скажем так, на длительный срок, потому что мы делаем, стараемся делать игры хорошо и делаем, в принципе, частотски неплохо. Поэтому хочется работать с людьми, которым это нравится, которые хотят это делать. Соответственно, если хотите поучаствовать, это довольно большой коммитмент жизненный, это та индустрия, которая вам нравится, приходите, мы с вами поговорим. Спасибо, Андрей, за такой замечательный рассказ. Надеемся, что ты к нам еще раз придешь, когда у тебя будет возможность чего-нибудь заанонсировать или поделиться каким-то опытом со слушателями. Спасибо Сергею, что помог организовать эту встречу. Да, спасибо большое за приглашение на это замечательное событие. Будем надеяться, что второй подкаст 2.0 или 1.0 не будет испорчен. Вторая порция красного вина или урагана вроде Москвы сейчас нет. Будете в Питер и заходите в гости. Я в крайнем случае в бэкап пишу. В крайнем случае зашлешь ураган, я понимаю. Да, да. Тогда, может, сегодня мы до Питера не долетим. Ну все, всем пока. Хорошо, Миш, спасибо большое. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и говорят типа «Здравствуйте, мои маленькие друзья, сегодня мы расскажем, как кудесники из Майкрософта делают прекрасную игру халы». Либо говорят типа «Чуваки, короче, пиш, пись крипто, HTML5, фигачим под Додос. Два часа». А тут вдруг мы внезапно говорим об индустрии, но языком, который они понимают. И они были, в принципе, очень вообще счастливы этому делу и сказали, что большое спасибо бы нам все, потому что мы бы уже делали. Я бы понял, что это правда. Очень приятно.